Иоанн Креститель Медитация Иоанна Крестителя Картина Босха Святой Иоанн Креститель в пустыне Авторство Босха под сомнение не ставится Дендрохронологический анализ свидетельствует, что картина создана в 1489 году или позже Эта картина является второй частью или продолжением другой работы Святой Иоанн на Патмосе, которая находится в Берлине В 1940 году было обнаружено, что обе они в то же самое время были створками одного алтаря Скорее всего того самого, который расписывал Босх в 1488-1489 году По поручению Братства Богоматери для капеллы в соборе Святого Иоанна в родном городе Хертогенбасе Известно, что эта работа получила высокую оценку Филиппа Красивого, будущего короля Кастилии Но до наших дней целиком не сохранилось И даже то, что упомянутые две картины этой ее части, лишь гипотеза Тот алтарь был демонтирован в 17 веке В 1920 году эта створка была уже в коллекции Хосе Лассару Гальдияну С 1947 года выставлена в его музее в Мадриде Играет музыка Мадридеза Подготовка Субтитры создавал DimaTorzok В XIV-XV веках слово «пустыня» не ассоциировалось с бесплодными песками, и многие художники, в том числе Гертген Тодсинтьянс, несколькими годами ранее написавший подобную сцену, считается, что Босх в этой работе испытал его влияние, изображали Иоанна Крестителя среди великолепного пейзажа. Субтитры создавал DimaTorzok По центру картины произрастает необычный куст, созревший на нем фантастическими плодами. Сразу привлекающий внимание. Нет никакого сомнения в том, что Босх с его неожиданным видением и даром пророчества изображает это прекрасное и вместе с тем зловещее растение как символ греховности мира. Усеянный колючками ствол, схожий с чертополохом, напоминает о первородном грехе, сделав свой первый выбор, вкусив плод древа познания, прородители, а вместе с ними и весь род человеческий утратили земной рай. Не случайно художник показывает птичку, клюющую зерна роскошного плода, а чуть ниже, на плите саркофага, разрушенного корнями растения, лежит кверху лапками птичка умершая. Растение резко контрастирует с обычным ягненком, примастившимся под обломком скалы. Иоанн Креститель же указывает именно на него, как бы говоря, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец здесь образ духовной альтернативы греховной жизни. По этому жесту традиционно узнается Иоанн, притеча Христа. Но в данном случае этим обозначается еще и духовная альтернатива плотскому началу, воплощенному в сочных мясистых плодах. Иоанн Креститель Иоанн Креститель Иоанн Креститель Иоанн Креститель Иоанн Креститель